А спонсором этого видео является магазин Крипершоп. Здесь вы сможете найти рандомные ключи с большим шансом выпадения GTA 5. Также очень дешевые ключи и аккаунты Minecraft. Спешите, потому что сейчас там проходит распродажа и очень большие скидки. Ссылочка на сайт в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашей игры в Рокетлиг... Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашей игры в Рокетлиг, где мы продолжаем... ...каждого игрока, против которого мы играем. Ну, я надеюсь, что в этой серии будет так же. Ребята, сразу бы хотел вам сказать. Если вы хотите видеть больше серии Рокетлиг, давайте наберем на этом видео 500 лайков. Потому что на предыдущей серии мы набрали в два раза меньше. Я уже, знаете, как-то даже подумал, что вы, ну, подзабыли про Рокетлиг. Потому что многие меня просили ее записывать, многие просили меня в нее играть. Поэтому я думал, что она вам нравится. Но на предыдущей серии как-то эти ощущения немного приостыли. Но все же, ребята, я буду надеяться, что она вам так же продолжает нравиться. И если вы хотите видеть больше Рокетлиг, хоть каждый день, ребята, я для вас хоть каждый день буду выпускать новую серию Рокетлиг. Все, что от вас требуется, я вам в новой серии Рокетлиг, вы мне лайки. Набираем 500 лайков на вот этой серии и сразу же выходит Рокетлиг. Прям даже, может, сегодня или завтра. Я вам, ребята, обещаю. Также говорю спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео. Поставит лайк, если хочешь новую серию. Оставит комментарий, если хочешь со мной пообщаться. И также, если хочешь вступить в нашу большую дружную семью, просто подпишешься на мой канал. И, ребята, как обычно, по традиции мы приступаем к сражениям 3 на 3. Встретимся уже на поле футбола. Хотел сказать битвы, но как-то не звучит. Опа, 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 грузится. Потопали. Выбей, выбей. Все, нормально. У меня, нет, у меня не лагает. А то, знаете, на начале так немного прилагало, я уже подумал, что у меня шалит интернет. Но оказалось, что... Почти, ребята, почти. Я почти сразу... Выбей, выбей. Прошу. Галиссимо просто. Сейчас даже посмотрим, как он его забил. Потому что это реально было красиво. Прикольно. Потопали. Дальше, дальше, дальше. Я надеюсь, они сейчас... Нормально. Только, ребята, пожалуйста. Нет. А где вы вообще все находились? Я как-то не могу понять, где они вообще все были. И все. И они трое в наших воротах, и они куда-то уехали. Ну, ладно. Будем надеяться, мы сейчас можем отыграть. Отыграть этот забитый гол. У того парня прям пинт вообще зашкаливает. В какой-то степени это хорошо для нашей команды. Потому что он глючит, и, может, мы из-за этого имеем какое-то небольшое преимущество. Да твою мать, ребята. Нормально. 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 Чувак выбил прям красавец. Я надеюсь, что... Вот. Нормально. Я тоже выбил. Такое ощущение, что у них силы прям в два раза больше, чем у нас. Потому что они как-то выбивают намного выше, намного дальше. У меня шапочка пирата, кто не заметил? Кто не заметил, у меня шапочка пирата, ребята. Я поменял, у меня вроде, я не помню, какая там была. Но сейчас пирата. Навесни, навесни, навесни. Ааа. Заразы. Знали, что я там ожидаю. Уже стою и жду, пока они дадут мне пас, чтобы я запинал прямо им гол. Выбей, пожалуйста, чувак. Все какие-то косые я в том числе. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Ух, ребят, это, мне кажется, какая-то слишком напряженная игра. Чувак, ты прям не в ту сторону. Хотя более-менее. Не скажу, что прям суперский. Они как-то нашпилят. У меня есть такое ощущение, что мы сдуемся. Очень. Но будем надеяться, что если мы эту игру даже проиграем, то следующую мы выиграем. Они прям в защите. Смотри, вот этот чувак просто сидит и спит. Этот чувак просто сидит и спит на воротах. Это прям охрененная тактика, если он просто-напросто будет там сидеть, ничего не делать. Ааа, и... Ну, просто в защите сидеть и даже не выходить оттуда. Это немного читерно, потому что, ну... Я понимаю, что вратар вратарем. Но если ты пять минут будешь сидеть на одном месте и ждать, пока мяч будет лететь в твои ворота. И потом его просто-напросто вот так отбить. Вот смотрите, он просто там сидит, он ничего не делает. А можете мне тоже сейчас пойти на ворота, да и все. Раз... Раз у вас такая тактика. У меня тоже может быть такая тактика. Все. Я тоже стою на воротах и можете вы там покакаться. Я буду сидеть и буду отбивать мяч, если у меня, конечно, это получится. Ух, чувствую, сейчас мне забьют гол. Я выбил как мог, не прям офигенно. Да куда вы бьете? Это прям сейв века. Это сейв века. Ребята, пожалуйста, я понимаю, что это очень напряженная игра. Этот чувак просто нахрен заснул на этих конченных воротах и больше ничего не делает, кроме того, как спит. Это читерно, потому что это какие-то читерные тактики. Я понимаю, что это, ну, как бы по правилам никто не запрещал, но... Я тоже... Мы можем все так трое просто засесть на эти ворота и ничего там не делать, но... Это немного нехорошо. Одна минута осталась, они все как-то очень сильно оживились, я вижу. То есть... То есть все... Нет! Я думал, он уже попадет сейчас. Как-то в последние минуты они все прямо, знаете, вышли с ворот и уже начали сражаться. А это нормально, это у нас появился какой-то шанс, что мы сейчас сможем забить. Хотя вряд ли. Вряд ли мы сможем забить. Хотелось бы, если честно, это видеть, но... Все нахрен! Если бы я там попал, там бы был бы просто офигенный гол, но... Выбей, выбей, круто! Чувак, пожалуйста, выбей хоть куда, хоть в пень какой-то там. Давайте, давайте, а то они прямо жили все сразу в один момент, они стали нас очень сильно атаковать. Нормально, пока есть время быстренько сбегать за нитру. Я, если что, на оборота. Десять секунд. Ух, не говорите, что сейчас еще гол будет. Нет! Ху! Ну, в какой-то степени. Сейчас еще может быть гол, потому что это овертайм, ребята. Тут первый, кто забивает гол, он выигрывает. Охренеть! Я еще хуже сделал, чем было. О, этот чувак прям круто. Нет! Продули мы, ребята. Ну, это какие-то прям супер-пупер. Тут зря я сказал, наверное, в начале серии, что мы каждого игрока. Поэтому мы, наверное, продули. Ну, ладно, давайте еще один матч сделаем. Это хрень. Ну, что, второй матч. Первый матч был, в принципе, более-менее такие равные силы были. Но у них как будто тактика была. Знаете, как будто они перед матчем тактику всю придумывали. И придумывали. И уже знали, что и как будут делать. Ну, постараемся выиграть вот этот матч. Хотя бы второй. Вроде другие игроки. Не те, что были с предыдущей игры. Да кто там, твою мать? Вот, полчаса не может подсоединиться. Ну, что? Так, быстренько, ребята. Вы там, вы там защищайте. Я быстренько за нитро. Пожалуйста, не забейте нам гол в первые же секунды матча. Ух ты, я прям его откинул. Давайте, я за нитро. Я за нитро. А, зараза, я хотел выбить. Назад. 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 Я в защиту. Да выбей ты мяч, конченый ты идиот. Мало того, что он мне не давал проехать, потому что он прикрывал меня своей большой жирной задницей. Так еще и другому дал забить гол. Чуркистан, ты, Петрович, мать твою. Опять эти тактики? Опять кто-то у них на воротах стоит? В жопу. В жопу. Ты меня не тол... В жопу тебе. Иди сюда, паскуда. Иди сюда, мать твою. Иди сюда. Я еще тебя буду долбасить до последнего. Где ты? Какой у него ник был? Иди сюда. Навесни. Не в ту сторону. Не в ту сторону. Я говорю, что мы продуем еще и эту игру. Как-то мне в этой серии не очень везет. Куда я нахрен ударил, я не представляю. Ух ты! И никого там нахрена... Нахрена на подворье идти? Нахрена забивать голы, если мы можем где-то в жопе там разгуляться? Я согласен. Так, выбил как смог. И сейчас выбил как смог. Но опять никого нету. Ребята, где вы в какой-то заднице лазаете? Во, нормально. Выбил. Более-менее. Ну и так, то есть счет не нуля... Нулявой. Счет не нулявой, поэтому... Даже если мы не дадим им больше забить гол, то это не значит, что мы пойдем в овертайм или мы сможем забить. Потому что они и так и так уже лидируют. Вот ты кончик, дебил. Я говорю, они даже не то, что мне дают забить гол, а они меня еще отталкивают, когда я спасаю в ворота. Ну, ударил как мог. Ударил как мог. Выбей. Так, сейчас. Опа, как бы тут... Ух, две минуты осталось. Вряд ли мы уже сможем гол забить, если честно. Вряд ли мы сможем тут выиграть. Вот сейчас реально напряжно. Это прям какие-то сильные противники нам попадаются в последних играх. Ребята, счет 1-1. Я сравнял как мог. То есть, я не знаю, как я вообще там гол забил. Это была их ошибка, то, что они меня так пропустили. Это была, если честно, их ошибка, но все же я забил так, как... Ну, как смог забить. А я надеюсь, что они сейчас нам не отомстят. Выбил, выбил. Ребята, я выбил. Это вообще что было? То есть, они вообще попутали там, не знаю, какие-то вселенные. Не поняли, где они, что они, за какую команду они играют. Ребята, пожалуйста, я забил какие-то нереальные голы. Я вообще не представляю, как я это сделал. Но осталось две... Осталось полторы даже минуты, а не две. Поэтому, ребята, я вас очень сильно прошу. Давайте в защиту. И давайте мы будем защищать как можно... Как можно лучше. Барселона, я тут, я тут, я тут. Офигеть. Смотрите, в одну штангу, в другую. Ворота. Новый Лионель Месси. Так, ребята, пожалуйста, в защиту. Пожалуйста, в защиту. Я как можно быстрее за нитро. Все, я еду, я еду, я еду. Ух. Прямо чивочку мне дали какую-то даже. В стиме. Выбей. Нормально. Я в защиту, я в защиту. Сколько там осталось? 40 секунд. Смогут ли они за 40 минут забить два гола? За 40 минут, за 40 секунд забить два гола. Опять сейв. Я вам вратарь нафиги лифтов. Ух ты. 17 секунд. Выбил. Как смог. Я его ударил, чтобы он не смог выбить. Ну все, тут, мне кажется, мы уже выиграли. Тут за 5 секунд они вряд ли смогут забить два гола. Еще я и выбил. Я затащил со счетом 3-0. И кстати, ребята, после этого офигенного матча я открыл себе первую, первые, нет, как это называется? Ну короче, первые рисунки на эту машину после, после этой выигранной игры. Так, вот это да, мы не можем, а нет, мы можем цвет поменять, где он находится, вот тут. И вот тут. Я не знаю, какой. Ну в принципе, мне кажется, даже вот этот будет нормальный. А вот тут, а вот тут, мне кажется, вот этот будет прикольный. Ребята, давайте на этом заканчить. Я прям нереально затащил. Ну согласитесь, что во второй игре у меня, если честно, уже пропало желание даже там играть, потому что, ну, со счетом 1-0, 1-0, они лидировали большую часть игры, то есть больше, чем половину игры они лидировали. И я потом даже не знаю, как я затащил, забил три гола там за две минуты, еще и вытащил игру, еще и выиграл. Ребята, я надеюсь, эта серия заслуживает лайк. Я еще раз вам повторюсь, если вы хотите видеть Рокетлик хоть прямо сейчас, как только вы досмотрели эту серию, или завтра, или каждый день Рокетлик, ребята, это зависит только от вас. Я еще раз повторюсь, набираем 500 лайков, порадуйте меня, пожалуйста, потому что я, если честно, немного огорчился, когда на последней серии увидел там 200 с чем-то лайков, а не 500. Но все же, ребята, еще раз повторюсь, если вы хотите видеть новую серию, Рокетлик, тема сейчас, или завтра, зависимо от того, когда мы сможем набрать 500 лайков, то я вам даю слово, что я вам обещаю, что она выйдет в ту же минуту, как только мы наберем 500 лайков. Также, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, я общаюсь со своими подписчиками, если у вас есть какой-то вопрос, пожелание, совет, просто-напросто оставьте комментарий под этим видео, я его постараюсь прочитать, также ответить вам и пообщаться с тобой. Буду рад новым подписчикам, кто еще не подписан на меня, буду рад, если вы вступите в нашу большой дружную семью, вступайте, я вас, ребята, приглашаю, подписывайтесь на мой канал, я буду очень сильно этому рад. Всем спасибо за просмотр, палец вверх за Леонель Ле Месси, Барселона, я, ну, намек тебе дал, да? Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok